Ленина, Калинина, Куйбышева, Заповедная. Пять многоквартирных домов по этим улицам в Адлерском районе в числе претендентов на проведение капитального ремонта по федеральной программе. Жители этих домов добросовестнее остальных в районе оплачивают квитанции на его проведение. В некоторых процент сбора больше 80. Какие именно многоэтажки будут отремонтированы в первую очередь, станет известно к 1 апреля. Тогда на уровне края утвердят окончательные списки. Сейчас составляется краткосрочный план капитального ремонта. Отбираются дома для этого. Мы сейчас производим обследование этих домов, проверяем техническое состояние, причем тех домов, где наибольший процент сбора. Эти дома будут отремонтированы в первую очередь. Уже известно, что из краевого фонда капремонта на Сочи будет выделено 88 миллионов рублей. Одно дело, когда люди сдают деньги, но результата не видят. Другое дело, когда они будут видеть, что да, мои деньги, которые я направил на капитальный ремонт, они уже сегодня работают. И вот дома, которые ремонтируются. Так что я считаю, что нам уже перейти практически в плоскость. Планируется, что ремонтировать многоэтажки начнут уже с мая, сразу после того, как окончательные списки на капремонт будут утверждены в крае. После составлены сметы и определены виды необходимых домам работ. На встрече с главой города Юрий Поломарчук также отметил, что в Сочи стоимость взносов в фонд капремонта ниже практически на 70%, чем по всей стране. Она составляет 5 рублей 32 копейки за один квадратный метр.